Первый вопрос, который сегодня обсуждали участники традиционной итоговой коллегии, это результативность и эффективность прошлогодней работы комплекса. В 2013 году в данном секторе народного хозяйства, как и во всей промышленности, велись работы по модернизации производства и оптимизации труда. Первые итоги принятых мер по усовершенствованию и модификации можно подвести уже сегодня. Объем выручки более 3 триллионов белорусских рублей по сравнению с 2012 отчетным годом вырос существенно. При этом расходная часть, наоборот, снижалась, пусть медленно, но уверенно. Технико-экономические показатели, а их насчитывается 28, выполнены практически все. Это стало возможным благодаря грамотным действиям и целенаправленной работе, в том числе и в части разумной экономии ресурсов. Сэкономили по итогам года 28 тысяч тонн условного топлива различных видов энергоресурсов, снизили удельные нормы расхода топлива, электроэнергию на гигакалорию тепла, на куб стоков, на куб воды, уменьшили тепловые потери воды при транспорте тепловой энергии, и при транспорте воды уложились в нормативы себестоимости, которые самые низкие в Республике Беларусь. В основные фонды предприятий жилищно-коммунального хозяйства области за минувший год было вложено более 450 миллиардов белорусских рублей. Сумма немалая, но на ведение порядка мера необходимая. Только развиваясь, совершенствуя технику и технологии, можно повысить эффективность труда, без которой невозможно увеличение выручки на одного рабочего и, как следствие, заработной платы. А потому в 2014-м модификация будет продолжена, и помочь в этом должно внедрение нового метода планово-расчетных цен. Планово-расчетная цена устанавливается для населения и утверждается каждым гор-райсполкомом. Ну вот, допустим, для города Бреста 5500 рублей планово-расчетная цена. Население платит по тарифу для населения, допустим, средний тариф 1500 рублей. И 4000 рублей гарантированно должен отдать бюджет за каждый проданный куб воды населению. Если мы в течение года снижаем себестоимость, она, если будет ниже расчетной, которая в этом тарифе заложена, вся прибыль остается в распоряжении предприятия ЖКХ. И по согласованию уже с финансистами, 30% на стимулирование трудовых коллективов, кто занимается экономией, и 70% – это на развитие основных фондов. Отказ от перекрестного субсидирования, переход от административно-командного к экономическому способу управления, продолжение работы по структуризации каждого вида услуг, а также доступного и открытого цена и тарифообразования – это только малая часть новшеств, которые должны вывести предприятия ЖКХ на качественно новый уровень деятельности, что в свою очередь положительно скажется практически на каждой из сфер народного хозяйства региона в целом.